Здравствуйте! С вами Центральный военно-морской музей и в студии сегодня я, Иван Вородолин. В Центральном военно-морском музее открылась новая фотовыставка «Аристократы морей». Совместный проект музея и фонда «Морское фотографическое собрание» посвящен тем, кто 200 лет назад прославил Россию открытием шестого континента – Антарктиды. Русским морякам, сделавшим это под командованием Фатея Белесгаузина и Михаила Лазарева. Действительно, наша юбилейная выставка и символична, что она проходит именно в стенах этого красивого музея, который предоставил нам возможность экспонировать наши картины. На выставке представлено 18 фотокартин. За каждой фотокартиной есть своя история. Вот, например, фотокартина называется «С мечтой о море». Автор перед вами Александр Олекринский. Фотография сделана в день военно-морского флота в 2018 году, где мы были, снимали съемку больших парусников и от России. Россию представляли три легендарных парусника. Это Крузиштерн, Седов, который в следующем году исполнится ровно 100 лет, и вам всем известный в Санкт-Петербурге фрегат «Мир». Мы были одним из участников этой съемки «Регаты». Перед вами мальчик, и мы уверены, что здесь очень много бывает курсантов, которые придут и посмотрят нашу замечательную выставку. У нас есть сейчас открыта выставка в «Артеке», и эта фотокартина считается как выходником. То есть руководство «Артека» назвало ее «С мечтой об «Артеке». У «Токаревского маяка» автор Александр Олекринский в 2018 году была первая в истории дальневосточная регата больших парусников. И мы тоже принимали участие, и кроме открытия выставки, мы еще были участниками съемки этой дальневосточной регаты. Выставку мы открыли и позже подарили ее ребяткам детскому-президетскому корпусу, Владивостокский кадетский корпус. И она сейчас находится и радует ребят возле острова Русский. Этот год объявлен 200 лет открытия от Архиды, и Россия единственная морская держава, которая проводит такие парусные гонки. И в прошлом году наши три легендарные суда Хурзиштерн, Седов и Паллада отправились в кругоспектную экспедицию. И была такая символическая гонка 200 миль. Наш участник Юрий Масляев был участником этой съемки. В России шесть учебных парусников. Это самое большое число в мире. То есть только Россия морская держава имеет шесть больших учебных парусников. Из последних наших парусников фрегат Херстонес. Мы были участниками съемки в Сочи в 2016 году. И Херстонес был восстановлен и участвовал, была его первая часть в 2016 году. Легендарная фотография Юрия Масляева. Бар Курзиштерн, полный вперед. Была выпущена почтовая марка в 2016 году. И эта фотография является заходником Курзиштерна. То есть где бы Курзиштерн не останавливался, он выбрасывает трап. И эта фотография является заходником. Наш любимец, бар Курзиштерн. Сочи, 2016 год. Мы были участниками съемки большой парусной регаты, которая проходила под патронажем президента в 2016 году. Где были Курзиштерн, Херстонес, Мир приходил из Санкт-Петербурга, Надежда с Владивостока. Снято днем. Александр, может добавить, как вы снимали? Да, то есть многие спрашивают, это ночью, утро. Многие эту фотографию называют лунная дорожка. На самом деле это снято днем в 4 часа, потому что была крайне плохая погода. Все было заволокло тучами. И в какую-то минуту солнце пробило эти тучи. И вот такой вот эффект получился. И мы в это время как раз с камерами стояли на палубе другого катера. Ну и, собственно говоря, сняли. И получилось вот, ну не то, что получилось, а вот мы сделали такой сюжет. И он очень пользуется популярностью. Когда мы были в 2017 году у вас в музее, мы наблюдали, как детки стояли здесь и смотрели, есть ли там где-то лампочка. Да, они думали, что какая-то подсветочка такая здесь. И детки еще вот это вот все рассматривают очень подробно, да. Все, что происходит на палубе. Фотокартина Юрия Масляева «Пересекай океан». В Севастополе, когда мы открывали выставку, наш капитан Хистанесса Дмитрий Цитленко рассказывал, что после этого сильного шторма босс мы дал команду на следующее утро. Они собирали рыбу. То есть вот настолько был сильный шторм, что надо смотреть и вдохновляться. 14 февраля следующего года Барк Седов отметит свое столетие. Я думаю, что и музей будет чествовать, и весь мир будет чествовать. Барк Седов внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое в мире учебное парусное судно. Здесь вы видите в черном корпусе. К специальной экспедиции корпус был покрашен изначально в белый цвет. Так, специально для Санкт-Петербурга фрегат или учебное парусное судно «Мир». Мы тоже снимали в городе Сочи автор «Ваш покорный слуга» Александр Кельвет. Все мы любим маяки. Каждому нужен свой маяк. Это юг Франции. Деревушка рыбацкая под названием Сент-Ропе. Мы были участниками трижды съемки в Сент-Ропе. Каждый год в бархатный сезон проходит легендарная регата паруса Сент-Ропе. Приходят яхты, возраст которой больше ста лет. И мы трижды были участниками и аккредитованы от России как фото-журналисты съемки прекрасной регаты. Еще немножко наших белых парусов. Фрегат «Херсонес». Вы можете видеть его и в Сочи, и в Севастополе. Известен тем, что пересек мыс Горн под парусами с выключенными двигателями. И впервые легендарный капитан, который родился и живет в городе Севастополь, Сухина Михаил Иванович. Дай Бог ему здоровья. Он жив и здоров. Вспомнили Сочи. Автор перед вами Александр Олеклинский. Называется «В ожидании джаза». Была очень интересная история. Мы открывали выставку «Паруса России» на Херсонесе. Вот, которую мы видели. На Херсонесе. И мы пришли чуть пораньше. Нужно было открыть церемонию открытия. И музыканты сделали какую-то кофе-паузу, вышли, а остались инструменты. Александр не только снимает на камеру фотограф, но еще играет и на барабанах, и на гитаре. Увидел, не мог остановиться. На моих глазах сделал два снимка и пошел дальше. Родился такой шедевр. Юрий Масляев. Ну, что сказать. Шторм, стихия. То есть можно смотреть бесконечно. Норвегия, Ставангер. Я уже начинал с того, что в июле 2018 года мы были участниками «Парусной регаты». И Крузиштерн, как самый большой, и Седов, как самый большой, они стояли вдоль бухты. То, что их некуда было расставить. Раз в 10 лет проходит такой праздник в Норвегии, в Ставангере. И нам повезло, что мы были участниками. Вот наш Крузиштерн и такая геометрия. Об этой картине, эта картина очень понравилась художнику Большого театра. Он специально пришел на выставку «Эстако-тамарей» и на фоне спичного коробка показал, как идеально построена здесь вся геометрия. Буквально за два дня до Ставангера мы с Александром Эльклинским были в Соловках по благословению Соловецкого монастыря. Перед вами мы находимся в музее. И это судно, Святой Петр, это тоже музей. Построены народные деньги. И является объектом музея. Июль 2018 года. Автор Александр Тельмес. Александр Эльклинский «Паруса и небеса». Вот я всегда показываю, когда дети смотрят экскурсию, они немножко устают. То есть, когда подходим, говорят, вот посмотри, найди маленького человечка. И дети сразу просыпаются и начинают искать, что же там такое. Вот, наверное, вот так было бы тоже очень красиво. Но если посмотреть, я прошу камеру навести на курсанта, который поднимается, то все станет ясно. То есть, Александр запечатлел вот юного курсанта, который поднимается. Когда спрашиваем капитана, сколько же там парусов, сколько канатов, он называет это все в километрах. То есть, сам не знаю, сколько это километров. Ну, это волшебство. Паруса, то есть, ничего лучше не забрели. Надежда. Мы были с Александром и Юрием Асляевым в 2018 году на Дальнем Востоке. С погодой нам не очень повезло. Накануне был тайфун, а потом был полный штиль. Но все ждали праздника. Был Восточно-экономический форум, и паруса, корабли были украшены. Да, романтика парусных кораблей не устаревает. С вами был Центральный военно-морской музей, и я Иван Бородулин. Приходите и оставайтесь с нами.